Так называемая «Хартия о дружбе», подписанная в октябре 2018 года между городом Арнувиль и оккупированным армянскими вооруженными силами Ходжавендом в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, аннулирована. Такое решение вынес административный суд Франции. Хартия признана незаконной, не имеющей никакой юридической силы и противоречащей международным обязательствам Франции. Тем самым это стало первым решением французского суда в пользу Азербайджана с июня 2013 года. Об этом мы поговорим с гостем нашей программы, помощницей президента Международного фонда Евразия Пресс, политологом Анастасией Лавриной. Добро пожаловать к нам в студию. Спасибо. Итак, так называемая «Хартия дружбы» между Арнувилем и оккупированным Ходжавендом аннулирована. О чем это говорит? Ну, я бы сказала, что это очередная победа Азербайджана и азербайджанской дипломатии. И большой вклад, разумеется, здесь имеется гражданского общества, которое продолжает усердно распространять объективную и достоверную информацию об Азербайджане. И предотвращает попытки сепаратистского режима Нагорного Карабаха пропагандировать собственные интересы ради собственной выгоды. Что самое интересное, это вообще как было допущено, что подписание этой «Хартии» состоялось. На мой взгляд, здесь все-таки подсуетилось также армянское лобби, которое достаточно имеет силу во Франции. И плюс ко всему сепаратисты Нагорного Карабаха, которые любым путем пытаются пустить пыль в глаза международным политологам, представителям различных структур, чтобы, в свою очередь, заинтересовать людей и инвестировать, вкладывать деньги в развитие Нагорно-Карабахского региона, при этом не желая вывести оккупационные войска с территории Азербайджана. Учитывая тот факт, что регион, грубо говоря, деградирует без внешних инвестиций, без прямых инвестиций, и все, что на данной этапе делается, это вклады личных армянских политиков и экономистов, которые для собственной выгоды предпочитают использовать Нагорный Карабах для отмывания денег в собственных целях. Помимо этого, никаких прямых инвестиций не происходит в данный регион. И при привлечении, при распространении, пропагандировании подобной информации о том, что якобы Нагорно-Карабахская республика, так называемая, имеет место быть и начинает существовать, они пытаются привлечь финансирование. До этого, если не ошибаюсь, мэр приезжал, был приглашен в Армению и совершил незаконный визит на оккупированную территорию в октябре прошлого года. Здесь своего рода была также дезинформация, на мой взгляд, и желание пропагандировать собственные интересы. И тот факт, что Армения пропагандирует интересы так называемой республики Нагорный Карабах, но при этом не признает ее, это идет строгое нарушение всех международных конвенций и принятых документов, в том числе документов Организации Объединенных Наций, где Армения нарушает опять-таки международные стандарты. И вот эта маленькая победа Азербайджана, на мой взгляд, должна расширяться, когда не только пропагандируется правда, но также привлекается внимание международного сообщества на незаконную деятельность нынешнего руководства Армении и сепаратистского режима Нагорного Карабаха. Можно ли теперь с уверенностью сказать, что данный прецедент, данное справедливое решение французского суда не позволит в дальнейшем совершать, заключать вот такие хартии дружбы? Ну, в случае с Францией, на мой взгляд, это на самом деле сыграет большую роль, потому что руководство правительства Франции, оно очень заинтересовано в развитии дальнейшей интеграции взаимоотношений между Францией и Азербайджаном. Хочу заметить, что отношение, на самом деле, на очень высоком уровне идет сотрудничество как в развитии сельскохозяйственного сотрудничества, это энергетическое сотрудничество, это развитие в техническом прогрессе, плюс Франция одна из стран, которая очень заинтересована в успешной реализации Южно-газового коридора и дальнейшей диверсификации поставок газа в Европейский Союз. Поэтому сама по себе Франция, она не станет портить отношения с Азербайджаном ради прихоти сепаратистов Нагорного Карабаха и правительства Армении. Плюс ко всему, Франция, как сопредседатель Минской группы ОВСЕ, всегда поддерживала именно мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта в соответствии с международными стандартами. И Франция признает территориальную целостность Азербайджана. То, что происходит подобного рода провокации и, на мой взгляд, больше из-за незнания людей, которые подписывают подобного рода документы, сейчас правительство Франции будет уделять немножко больше внимания на то, какие документы заключаются, в том числе в провинциях, чтобы предотвратить выявление подобных случаев и, разумеется, не дать возникновению подобных вопросов. Что касается других подобных инцидентов, которые могут происходить в других странах, я думаю, на мой взгляд, здесь большую роль, опять-таки, отводится нашим дипломатам, диаспорам и представителям гражданского общества, которые при выявлении подобного рода деятельности все-таки должны информировать руководящие посты той или иной страны, чтобы, в первую очередь, не только ликвидировать последствия, но и предотвратить подобного рода заключение договоренности с незаконным режимом. Со стороны Франции, все-таки, несмотря на то, что на официальном уровне она поддерживает территориальную целостность Азербайджана, но и все-таки, являясь сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая призвана содействовать мирному решению конфликта, мы с ее стороны не раз наблюдали много, так скажем, провокационных действий, которые вредят переговорному процессу. Это были и заявления президента Франции, это и вот такие хартии дружбы. Франция, может, наконец-то, так скажем, одумалась и задумалась над тем, что это влияет на уровень доверия к ней, как посреднику в решении конфликта. Разумеется, на мой взгляд, это очень негативно сказывается на мирному регулировании процесса армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, но что в первую очередь, это, разумеется, затягивает процесс разрешения конфликта, что не в интересах ни кого-либо из сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Недавно были организованы официальные визиты сопредседателей как в Армению, так и в Азербайджан, где еще раз сопредседатели подчеркнули заинтересованность в мирном урегулировании и скорейшем урегулировании конфликта в ближайшее время. Поэтому здесь немаловажно также, что само правительство Франции придало внимание данной хартии и постаралось ее как-то аннулировать, чтобы подобного рода был как месседж для остальных представителей официальных структур и бизнес-структур не вестись на провокации и не заключать договоренности, которые, в свою очередь, вредят развитию двухсторонних отношений между нашими странами. Поэтому в случае с Францией мы можем ожидать каких-то подвижек. И если не прямая такая открытая позиция и открытая поддержка именно Азербайджана, то как минимум предотвращение подобных нелегальных действий со стороны сепаратистского режима Нагорного Карабаха. Спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо вам. Я напомню, об аннулировании так называемой хартии дружбы между французским Арнувилем и оккупированным Арменией азербайджанским Ходжавендом мы говорили с помощницей президента Инженародного фонда Евразия Пресс политологом Анастасией Лавриной. Редактор субтитров А.Семкин